МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Вот, стало быть, проводили мы вас, надо прощаться. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хочется, чтобы в этой именно нетронутой степи начали вы свою настоящую, новую жизнь. Чтобы все у вас было по-новому. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 вместо работы. Правильно. Правильно. Другой любил заложить. Тоже правильно. Ещё кое-кто считал молодчеством сразу за тремя девушками бегу. Сила. Пройдёт сколько-нибудь времени. Хлеб вырастите. Дома себе построите. Дети начнут родиться. Вполне законное явление. Так, чтобы не было у вас матершины. Да-да. Пусть ваши дети не слышат и не знают, что можно выражаться. Не надо. Не надо. Пусть всё. Ну, как ей всё будет так, как должно быть и при коммунисте. Верно. Верно, гения, верно. Так что надо стараться. Ну, я даже так скажу, бороться. Ну, в общем, не забывайте, кто вы такие есть, что вы с красной пресни, и что вы есть рабочий класс. Ну, вот такая речь. Ну, пойдём, Алексей. Матери, чтоб писать. Буду. Буду, буду. Сейчас буду, а потом забуду. Снизу-то, чтоб отъеда. Что? Ну, трусы. Так. А кальсонами, стало быть, пренебрегаешь. Ну, пренебрегаю, пренебрегаю. Эх, Лёшка, Лёшка, ветру много. Где? Да ты не прикидывайся, вот где. Ну, садись. Зачем? Разувайся. Да ну-ка. А? За ну-ка. Садись. Сменяюсь. Статьяна это, как у вас? Вы только, ребята, наш адрес не забывайте. Калпачный переулок, дом 5. МК Комсомолам. Да. И не стесняйтесь, пишите. Пишите обо всём. Нужно будет, поможем. Напишем. Борис Александрович. Вот ваш агроном. Он будет делать из вас хлеборов. Слушай, ты Лёшу не видел, а? Вот так. О-о-о! Где такое чудо достало? Да тут оно, на станции подарили. У нас хоть тепло. Ты всё ищешь, где потеплее. За животное переживаю, кашляет. Вот кончить кашлять, приходи работать. Затем бри я. Оля! Ты, девушка, не обижай. Не хулигань, смотри. Портянку-то подверни. Хочешь жениться? Женись. Но чтобы только без этого, без безобразия. Чтоб всё было честно и благородно. Папа. Дочка. Ну, иди-ка сюда. Гляди за ним. Да и вообще, чтобы у вас это... Ну, идите. Вот. Ладно, идите, идите, идите. Дорога. Дорогаэляляляляляляляляляляля. itLE Субтитры подогнал «Симон» 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 Понял? Вот так Передавай Рапортует совхоз «Степной» Активно готовимся к наступлению по всему фронту весеннеполевых работ Работу Равняясь на передовых Передавай добьемся общего подъема Подъема Селены На еще более высокую Совершенно недосягаемую Высоту Можно, товарищ селек? Подождите, подождите, подождите Настроение у новоселов бодрое Идем ко дну Что? Я говорю точка Точка А? Точка? Буркач Все Ну? Что случилось? А то случилось Что неделя загораем и ничего не делаем Да, котик, хорошо Вы приехали на целину Чтобы... Здравствуйте Здравствуйте, садитесь Вы приехали на целину Чтобы без дела сидеть, да? Это мне брось Хулиганство тут развозить Это я живо прекращу Товарищ директор Так? Вот я комсорг Очень хорошо Вы понимаете Без деле такое Действует Морально, понимаете, как-то Слушайте Вы мне панику не сеете Нечего Надо же понимать момент Вот вы комсорг Очень хорошо Разъясните, товарищи А мы в холодных вагончиках неделю сидим А вы уголь не можете перебросить Слушай, как твоя фамилия? Антонов Можете записать Зачем? Я запомню Надо знать свои кадры Можно подумать, что я не могу Я какой вредитель Вот Назначили вам бригадира Товарища Скворцова Я знаю Скворцова Завтра он примет технику А может сегодня? А может было и вчера Так и три дня назад тоже можно было Ну ладно Так что же сказать ребятам о работе, товарищ директор? Передайте от моего имени, чтобы не Не пахканиковали Да Правильно Сегодня мы примем технику Сегодня? Сегодня А завтра перегоним Точно? Да Слушай А может быть митинг не обязательно, а? Обязательно Это же первая борозда Митинг Митинг Кто ей будет пахать первую? А? Комсор Комсор А может я никогда и не видел, как это пашет Ну брось ты Серьезно Я вот думал так Сел и поехал Ну да, булки на деревьях растут Да Ха-ха-ха Кто это? Антонов с Татьяной Вот первая С черта Вот первая Правиль Учит Да, учат Ну ладно Так вот пусть Антонов и пашет Ну что я вам буду говорить Вы народ грамотный Газеты читаете Они же газеты читают Товарищ консор Ну ясно Скажи про землю Про землю? А что о ней говорить? Ливите Вот она Ее никто никогда не пахал Мы ее спасем Давай Антонов Криво Так кто ж первая Ну а теперь Закон Вася Вась, Вась Че? А я во второй смене Че? У тебя выпить нет? Нету Ну че? Ну это ради праздника Ради какого? Ну первый раз да А, ну вот и обмоем Во, бригадир Ты какой человек? Эй, алло Ты че вредительством занимаешься? На Пригодится Водички сюда нальешь И цветочек поставишь Так да Так да Значит и бригадир Тебе все можно, да? Взял и вылил, да? Официально, да? Ну гад Опять официально Я официально Ты смотри какой А ну-ка иди сюда Пожалуйста Моразь будешь читать? Давай Сымай, Ватник Да нет у меня ничего Тебе могу штаны снять О, сымай Ну смотри, на Смотри Смотри, пожалуйста Пожалуйста Ну, смотри Все Че, че ты? Это Брот Алло, Брот Брот, да, алло Такой человек, да? Пожалуйста Все Впрочем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От Алёшки, говорю, письмо! Да ну! Да! Чего пишешь? Ну, чего-чего пишешь? Ты в здоровье, вот нам с матерью сто рублей прислали. Маловато! Эй, 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 дурак! Чего? Дурак, говорю! Дурак! Я могу в десять раз больше, ему сам послать. Ты вот дороди своих детей, тогда поймёшь. Эй, голова! А я думал, ты не придёшь. Пришла? Ну вот, улетаю. Вижу. Теперь надолго. Ты не скучай. Постарайся. Скажи мне, дочка, ты мне завидуешь? Энтузиазм не моё амплуа, папа. Амплуа? Это не амплуа, это мировоззрение. Иди, подашь. Ну, тётку не обижай. Учи и спеши. Может, приедешь в гости, а? Вряд ли. Ну ладно. До свидания. Товарищ Агранол, солярка кончается. Чего делать? Чего делать? Ждать? Сколько? Ну, у вас ещё впереди годы для ожиданий. Подвезут, подвезут. Если, конечно, брод не затопит. Давай, папашка, свищу. Качай, качай, да ещё деньги и порати, подумаешь какой-то. Ага, любишь кататься, леды и саночки возить. Молодые, кто смеет старичка. Ну, давайте, давайте. Ну? Пётр Матвеич, колым? Ох, что ох, от каждого по способностям, а нам с вами по потребностям. Спрячься пока. Точки-то не двигаются? Точки-точки пополам, смотрите. Да доглуши. Поешь, Лёша. Самый сев. А тут солярку не может подвезти какая-то сволочь. Ваша доля. Не в обеде? Ну что вы. Главное, побыстрее доехать. А то, знаете, рот может затопить ненадолго. А, успеем. Дай бог. Не слыхать что-то? Нет, ничего не слышно. Машина. Страша! Нет, не пройдёт. Давай трос. Ну как? Всё, папаша, дело кислое. Загорать будем. А поаккуратней нельзя? Нет, не дай! Ты, блядь! Только учти, я не отвечаю! Кошёл! Оторожьи-то! Стойте! Аллаб! Ты, блядь! Продолжение следует... Солярка кончилась! Лёша, что с тобой? Лёша! Не надо, Лёша! Ну всё ведь уже, всё кончилось! Я сейчас тоже буду плакать, да? Ну, не надо, слышишь? Не надо! Ура, ура, молодой человек! Хорошо только в других случаях! Вы не глядите на меня так, не испугаетесь! Ну вот, запороли аппарат! Ясно! Уметь надо! А ну не трогай! Есть что это горючка? Горючую перевезём? Заприхлодуем? Дай, получайте! Поехали водички! Горючую возьмём сейчас, трактора стоят! Сеять надо! Я тебе сказал, не касайся! Ну-ка, Лёшенька, подожди! Спокойно, ребят! Не трогай! Ну, прими руки только! Прими руки! Какие же все горячие стали! Ну, прими, говорят, что-то... Давай, давай! Слушай ещё! Давай, Лёшенька! Ну, прими руки! Наших тут шесть! Погоди, погоди! Мрода же ведь нет! Ну, нет, мы её по дну перетащили! Милый человек! Так ты же герой! Об этом нужно в печать трубить! Да какой герой! Знаю, надо и все дела! Как твоя фамилия-то? Завьялов! Так! Говорю? Нет! Завьялов, ВВ! Товарищ Буркач, я хочу вам заявить совершенно официально! Погоди, погоди! Капайте, понимаете! Ну, товарищ Буркач, я не мальчик! У меня, понимаете ли, стаж! Вы меня бросаете на самое, можно сказать, тяжёлое работа, и я фуражку сниму! А я не ухожу со своего поста! А вы знаете прекрасно, что у меня здоровье расшатанное! Ну, суть, суть! Суть? Пожалуйста! Когда расповязывавшийся хулиганом начинает заниматься соболтравством, у меня товарищ подтвердит! Верно-верно! Кто? Антонов! Да вы знаете! Это он хулиганил? А так тоже! Так! Рассказывайте, рассказывайте! Вот! Всё! Начито, молко! Товарищ капитан! Задержанный и хулиган по вашему распоряжению доставлен! Документы! Пройдите, пройдите сюда! Всё-всё давайте! Оружие есть, нож! Холодный! Что мне с тобой делать? Вы мне сначала скажите, за что меня сюда доставили! Ну какой, сам не знает! Отец? Да! Вот отец у тебя, видать человек! Фамилия? Знаете, Антонов! Сколько бочек горючего самовольно взяли? Ах, вон оно что! Шесть сколько положено! Тебе положат за самоправство! Шофёра Завьялова ввели! Держали, чтоб не мешал! Ну да, чтоб не мешал казён играть! Слушайте, вы люди листовы! Вы думаете, что вам всё можно? Да! Ну пишите, пишите тогда! Хулиган-грабитель человека убил! Да вы своей головой подумать можете! Плохо, очень плохо! Не умеете, Антонов, разговаривать! У меня голова-то седая, а ты кричишь, обижаешь! Ведь вот понимаешь, какая штука! А как я вам могу ещё объяснить, если вы не понимаете? Что я те бочки себе взял? Вы посмотрите! Посмотрите, погода какая! Куда? Да не убегу я! Мне некуда бежать, я работать сюда приехал! Вы посмотрите, погода какая! А машины стоят! Вы это понять можете или нет? Не надо закрывать! Пусть продувает! И он остынет, и я подышу! Товарищ Козлов, вы свободны! Слушаюсь! Давай так, Антонов, договоримся! Ты кричал, я слушал! Теперь я буду говорить, ты слушай! Садись! Вот теперь смотри! Ты оскорбляешь, потому что считаешь себя героем! Слушайте, ничего я не считаю! Считаешь! А тебе, сынок, ещё как далеко до героев! Вот ты знаешь, как бывает у жеребят! Ладно, составляйте ваши протоколы, ладно! Да ты с протоколом не торопись! Так вот, как бывает у жеребят! Они по молодости задними ногами обгоняют передние и... Понесло его боком! Вот так же и тебя заносит! Это я как старший в порядке критики-самокритики! Ну нельзя так, Антонов! Можно? Подождите там, вот я закончу с гражданином, вас вызову! А это как раз мой гражданин из моей бригады! А! С Кворцов, Василий Петрович! Спасать приехали? Так а чего его спасать? Вы небось уж сами во всём разобрались! Да какой разобрались, Василий Петрович! Мораль читают, воспитывают, понасажали тут же! Нет, Антонов, да ты как сейчас разговариваешь? Ты что, с дружком, что ли? Человек на работе? А что я то горющее себе в карман вылил, да? А им хоть кол наговорятешь, и они не понимают! Не могу я больше! Ему про одно, а про другое! За горючее тебя он бригадир пропесочит! Обидно, что вести себя не умеешь! Вот понимаешь, в чём штука! Забирай его в бригадир, чтоб глаза моего не видели! Молокосос! Так, забрать что, забрать можно! Только вот нехорошо как-то получилось! Он извинится, товарищ капитан! Не буду! Ну, хорошо, тогда я извинись! Мне не стыдно! Простите, товарищ капитан! Ну что уж, ладно! Не вы меня обидели! Ладно! Идём! Поехали! Поехали! Ну что? Извините! Ладно! Мария Михайловна! Мария Михайловна! Мария Михайловна! На одну минуточку! Его нету дома! Ну, на пару слов! Его нету дома, говорю! Ну, прошу вас! Очень важное дело! Господи Боже! Понимаете, Мария Михайловна, если б я не... В райком уехал! В случае не терпишься отлагательств! Ну, впусти! Впусти его, Мария! Отдохнуть человеку не дадут! Идите! Анисин Кириллович! Ну? Всем обеспокоен! Пётр Матвеевич! Докладывай! Новый директор приехал, Анисин Кириллович! Надо как-то что-то организовать! Приехал? Так! Мария! Достань Китиль! Только без паники! Без чего? Без чего? Без паники! Принять! Есть чем? Это есть! Самого нету! Как нет? А говорят прямо по бригадам! Машину! Есть! Мария! А? Штаны! Вот наша территория! Притормози-ка! Чего? Свернёт! Сворачивай! Ну-ка, пересаживайся быстро! Ну, ты теперь-то хоть не ругайся! Ладно, ладно! Просто конец учёбы! С тобой только нервы трепать! Ну и пожалуйста! Вот-вот, пожалуйста! Здравствуйте! Здравствуйте! Учимся! Ну а что же так всю жизнь за мужем на прицепе трястись, да? Ну зачем уж так мрачно? Учитесь только без человеческих жертв, правильно? Значит, жена? Да! Нет! Полная ясность! Ну, ученицы способны? Да ничего, понимает кое-что! А учитель? Да ну его! Правильно! Вот что учитель, валяйный прицеп! Я малость получу! А кто вы такой, чтобы приказывать? А я ваш директор! А! Сюда! Сюда! Спокойней, спокойней! Не горячись! У тебя же получается! Это с вами! А с ним? Да нет, он хороший! Справедливый только очень! А разве это так плохо? Для меня хорошо! Я смотрю прямо с корабля на бал! Или, вернее сказать, с места в карьер! Ну что, 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 что? Ничего! Уркач, Анисин Кирилович, ваш заместитель! Очень приятно, Гришанин! Ну чего смотришь? Поезжай! Поезжай! Ну и народ-то вожили вам! Ух! Отличный народ! Да! Да! Разворачиваем, как говорится, строительство! Пожалуйста, жилищные! Мастерские! Наращиваем темпы! Наращивайте! Наращиваем! Еще не вполне нарастили, но наращиваем! Темпы – это наша основа! Если их не наращивать, пропадешь! Значит, перекур! А у нас круглые сутки все перекур! Кирпичане! Закурите! Спасибо, только что курю! Так вот, я говорю, темпы! Без темпов в нашем деле нельзя! Никак невозможно! Познакомьтесь! Агроном наш – Борис Александрович! А это наш долгожданный директор! Гришанин! Молчанов! Рад познакомиться! Взаимно! Что с моим заявлением? На очередь, Борис Александрович, на очереди! Каждому фрукту, как говорится, свое время! Я жду! Ох, фрукт! Высшее образование! Самое наше узкое место – агроном! Агроном – утопист! Здравствуйте! Здравствуйте! Папа, к тебе пришли! Здравствуйте! 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 Надя, дай на что сесть! Садитесь, пожалуйста! Спасибо! Наше первое знакомство было коротким и невразумительным! Чем могу быть полезен? Да, пожалуй, многим! Комплимент! Я ведь не девушка! Я вижу! Пальцы сломаются! Ну что ж, начнем с вас! Ваши претензии! Спросите у Буркача! Я вас спрашиваю! Интересно! Первый раз меня здесь спрашивают! И знаете, это, пожалуй, никчемный разговор! О чем? Долгий разговор! Интересно! Вашему предшественнику это не казалось интересным! Моему заместителю? Все равно! А почему вы не бреетесь? У меня раздражение кожи! Так! Понятно! У меня это тоже иногда бывает! Так начнем ваш долгий разговор! Учтите, я объясняю это в последний раз! Андрич, погуляй! Там уже лежит заявление об уходе! Вот! Для наглядности! Земля! Спасибо! Хотите слушать, так слушайте! Да-да, пожалуйста, я слушаю! Тихо! Вот мы пашем землю! Целину! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь я хочу слышать ваши претензии Пока одна Какая? Борода Побрейтесь И только? На первый раз Папа! Папа! Женя! Здравствуй! Откуда ты? Из Москвы Куда? К тебе Вот тебе раз Спасибо Да не, не надо Счастливо Ну, студентка? Я больше не студентка Так Как не студентка? Меня исключили Я не сдала экзамены Так Худо Ну, как же так? Ну, ладно Потом поговорим Знакомьтесь Моя дочь Молчанов Женя Здесь, Женечка, просто одещаешь от бескультурности В Москве большой театр В крайнем случае, малый А здесь я вам честно скажу Умрете Просто умрете от тоски Я ненадолго На месяц, а может быть, меньше В институт буду поступать В какой? Иностранных языков Как это хорошо За границей побываете Иностранца увидите Замечательно Еще поступить надо Там конкурс большой В этом вопросе ваш папочка вам поможет В той же Москве, наверное, много знакомых осталось Нет Он не станет Знакомство очень помогает Вот я своему Анисим Кирилл Чуш Сколько раз говорила Воспользуйся связями Переберемся из этой дырыщи Так нет Он боится Фартбилет жалеет книжечку А меня, может, от жену родной Он не жалеет Да Здесь очевидно трудно Ой, не говорить Мария Михайловна Да Куда прикажешь? А вот здесь Давай А вам, Женечка, мы поможем Родной отец не желает, а мы устроим Я, Веленис Кириллович Он напишет письмо одному приятелю в Москву А уж того приятеля-приятеля И дай бог И будьте учиться в ваших иностранных языках Я вам буду очень благодарна Женя Пойди сюда Что, папа? Собирайся Я тебя в бригаду свезу Куда? В бригаду, бригаду Там поживешь А зачем? Там тебе будет лучше Почему? Ну Ко мне будет приходить Агроном Люди А тебе там будет удобнее Собирайся Как знаешь Да-да Вот так Ну как? Нравится у нас? Так себе Это с непривычки Может быть Ну, нагляделся? Ну что ж, пусть поживет Оглядится с людьми И познакомится Да, здесь и будет полезнее Только вот я не знаю, как у нас ребят А что? Да народ знаете Она у нас девушка Балована Здравствуйте Здравствуйте А как все, так и она И ты будь с ней построже Да, состровывайся Тут, видать, поздновато Да Поздно Поздно спохватился Вот так росла все Девочка, ребенок И вдруг Характер Она ведь без матери росла Пробовал я, знаешь Гайки подкручивать Да нет Тут, видимо, система нужна Поздно Поздно спохватился Лучше поздно, чем никогда Ну что ж Устрою ее, пойду к Тане Громовой Да-да А то действительно уже поздно Женя О, спасибо Вася Здравствуйте Здравствуйте Ну, вот и Танюша, верно? Тоже, как ты, москвичка Очень приятно Мне тоже Извиняюсь Здрасте Здрасте А вы давно из Москвы? Недавно Значит, приютишь ее недельки на две А то у меня теснота Конечно Ну вот Ты уже едешь? Да, пора Я тебя провожу Я подожду в машине Куда поставить чемодан? Да вот сюда Давай поставлю Давай, давай Благодарю вас Кто это Дочка Чья? Папина Надо же Ну, не скучай Как-нибудь Три недели Выдержу А вы где жили в Москве? На улице Горького А я на Пресне Это где Пресня? Вы что, в самом деле не знаете, где Пресня? Я плохо Москву знаю Вы приезжие, да? Нет Родилась в Москве Интересно Про нас столько книжек написано Про Пресню Это около зоопарка Как он иначе? Черт, ну черт Сволочек Голово оторву, понял? Ты че? И давай, тельник Слышь, а то сам сниму Хуже будет Ну? Чего шумите? Кого ограбили? О, гляди, я вчера тельник выстрелил Так он уже на себя его напялил Снимай, говорю, крохобор Ты тише Посторонний здесь Че посторонний, посторонний На курорте тишину соблюдать Снимай, тельник Товарищ бригадир, ну что ему жалко? Я же не на совсем Я на пока Кому мы живем? Комсор Да ладно тебе Ну, бригадир Снимай Ну я же отдам Я тебе высеру и отдам Что тебе жалко? Жалко Какой человек Тебе жалко Заработай, купи Забери, бери Паляешься все Обратно завтра стирать Я ж больной У меня, глядите На шее Чири Ладно Гасите свет Какие все жестокие Ведь он же больной Да спите вы лучше Поднимайся Валяться больше не будешь Слышишь? Поднимайся Чего? Я больной У меня Чири на шее и все На совесть у тебя Чири Где же это на совесть, когда мне на шее? Шею мыть надо было Ха Разве он от грязи? Он от тоски От печали Ну ладно Нам печальных не надо Здорово, давай работай А больно к врачу иди Правильно Здоровье не купишь Забота о людях, да? Да Все Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают